Здравствуйте! В эфире программа «Дело номер». Как всегда, в начале новой недели все о криминальных событиях и самых громких судебных процессах недели минувшей. Кустанайский водитель пострадал в ДТП, которое произошло в Карагандинской области. Видео с места падения большегрузного автомобиля с кольцевого автодорожного съезда распространилось в социальных сетях. Коллеги, всем добрый день. Кустанайская фура ушла, парнишка, с трассы. Может, кто знает вот эти номера? В Скане. Иван зовут. Обстоятельства ДТП, в которые попал кустанайский водитель грузовика, сообщили в полиции. Видеозапись места происшествия появилась в социальных сетях пару дней назад. Сообщалось, что сделана она в Карагандинской области. Мы направили запрос в департамент полиции этого региона. Как сегодня сообщил пресс-секретарь ведомства, ДТП произошло 21 октября примерно в 18 часов 45 минут на северо-восточной обездной дороге со стороны Астаны. 32-летний водитель автомашины Скане, не справившись с рулевым управлением при кольцевом съезде, допустил опрокидывание в кювет, сбив криволинейный брус отбойника. В результате ДТП, по данным полиции, водитель доставлен в медицинское учреждение. Факт был зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. О соблюдении норм дорожной безопасности в связи с ухудшением погоды напоминают полицейские. Водители призывают вовремя поставить автомобили на зимнюю резину и сменить стеревождение. Также полиция обращает внимание на изменения на некоторых участках городских дорог, например, на новые светофоры. Еще вечером 25 октября в связи с резким ухудшением погодных условий представители Кустанайской полиции, в частности административной, через соцсети и мессенджеры предупредили водителей о возможном закрытии трасс. Полицейские настоятельно попросили автолюбителей воздержаться от дальних поездок по региону. Возможно, благодаря своевременному обращению серьезных ДТП на загородных трассах не произошло. В Кустанайе же, как рассказали сотрудники городского полицейского управления, в праздничный день количество происшествий, связанных с автотранспортом, вообще уменьшилось. Несмотря на это, стражи порядка не считают лишним напомнить кустанайцам, на что нужно обращать внимание на зимние дороги. Соблюдать, в первую очередь, дистанцию при поворотах, при переезде, пешеходных переходах, регулируемых, нерегулируемых, обращать внимание, быть повнимательнее. Так как у нас утреннее время, сами видите, асфальт у нас блестит, практически не видно наших жителей, кто-то спешит на работу, кто-то спешит в школу. Со своей стороны полицейские увеличили плотность патрулей, по утрам направляют их на проблемные участки вблизи школ города и других учебных заведений. В этом году три пешеходных перехода сделаны регулируемыми. Здесь установлены светофоры с кнопкой для пешеходов. И четыре на перекрестках. Это, вы знаете, на микрорайоне Юбилейный открыли новый светофорный объект по улице Маяковского перекрестка Фролового. Также еще планируется установить 10 светофорных объектов. На сегодняшний день планируем. А также на следующий год запланировано также большое количество замены наших светофоров. Также полицейские обращают внимание на изменение одного из городских перекрестков. В районе так называемого Кривого магазина обустроен правый поворот с улицы Дощанова на улице Мауленова. Практика показывает, что такое решение разгружает перекрестки. Дважды за последние дни сотрудникам полиции пришлось силой доставлять пьяных дебоширов на медицинское освидетельствование. До этого они не подчинялись законным требованиям стражей порядка. Кроме того, полиции выявлены и сотни нарушений правил дорожного движения. В том числе отличились и нетрезвые водители, среди которых один иностранец-дальнобойщик. Два факта неповиновения законным требованиям сотрудников полиции зарегистрированы в Кустанайской области за последние дни. Один из них произошел в Камыстинском районе. 42-летний местный житель в общественном месте совершил мелкое хулиганство и позже дома устроил семейный скандал. Участковый инспектор полиции прибыл на место происшествия для принятия мер к правонарушителю. Местный житель отреагировал на законные требования сотрудника полиции о прекращении противоправных действий агрессивно. Он стал хватать сотрудника полиции за форменное амунирование. Полицейскому пришлось применить приемы самбо и надеть на хулигана наручники. Медицинское свидетельство не восстановило, что правонарушитель находился в средней степени алкогольного опьянения. В отношении него возбуждены сразу три административных производства. Одно из них за неповиновение. Второй факт, кстати, в тот же день был завершен в областном центре у одного из увеселительных заведений. Ночью в полицию поступило сообщение о происходящей там драке. Прибывший наряд, в составе которого находились сотрудники специального отряда быстрого реагирования, задержали одного из активных участников потасовки, который не прекращал хулиганские действия, игнорировал законные требования полицейских и выражался в их адрес нецензурной бронью. В отношении ранее судимого 30-летнего жителя областного центра были применены боевые приемы самбо. Нарушителя в средней степени опьянения поместили в комнату временного задержания, начали административное производство, в том числе и за неповиновение. Суд уже назначил ему штраф 30 месячных расчетных показателей. Это 103,5 тысячи тенге. Также в регионе были усилены автопатрули, в том числе и на загородных трассах. Было выявлено 550 нарушений правил дорожного движения, из которых 4 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. К примеру, сотрудниками Камастинского отдела полиции задержан водитель-дальнобойщик. Гражданин Узбекистана, который управлял грузовым автотранспортом со средней степенью алкогольного опьянения. В отношении водителя было возбуждено административное производство. Решением суда он лишен права управления автомобилем на 7 лет и арестован на 15 суток. Автомобиль на настранце водворен на специализированную стоянку. Неизвестные хулиганы повредили в Кустанае новые автобусные остановки. Конструкции павильонов еще только собираются, но на три из них уже пришлось устанавливать новые стекла взамен разбитых. Инциденты обеспокоили руководство города. Вандалов не искали, но в полиции Кустаная сообщают, что сейчас они имеют законные основания не только для привлечения к ответственности разрушителей городских объектов, но и тех, кто портит их вид самостоятельно наклеенными объявлениями. 26 новых остановок общественного транспорта сейчас устанавливаются на улицах Кустаная, в основном на проспекте Абая. Есть среди них конструкции открытого типа и закрытого. В обоих вариантах используется стекло. На нескольких объектах его уже пришлось вставлять заново. В процессе изготовления и установки автобусных остановок было зафиксировано три факта вандализма. Это две основки открытого типа и одна теплая основка. На основке СХИ и на основке ЕМШАН. Заявления правоохранительные органы не направлялись, и с тем, что данные основки еще не изготовлены полностью и на баланс отдела ЖКХ не переданы. По причине отсутствия заявления полиция хулиганов не искала, хотя сейчас возможностей для этого у оперативников появляется все больше. Целостность остановок по утрам проверяют автопатрули. Если какая-то из них повреждена, полицейские просматривают записи всех ближайших камер видеонаблюдения, число которых увеличивается. В случае, если личность хулигана будет установлена, его привлекут по статье «Повреждение чужого имущества», которую, кстати, ввели в административный кодекс в этом году. Раньше не было ответственности, что человек мог пойти, разбить, все, она не усматривает уголовную статью, хулиганство не усматривает, все, в гражданском порядке человек должен был идти изыскивать. То же самое Акимат. Если вы помните, помните, мы с эти центра поразбивали, повредили, мы не смогли, мы говорили, обращайтесь в ЖКХ в суд в частном порядке для возмещения ущерба. Сейчас повреждение какого-либо объекта влечет или штраф 20-месячных расчетных показателей, это почти 70 тысяч тенге, или административный арест на срок от 5 до 15 суток. Могут, кстати, полицейские привлечить тех, кто самовольно расклеивал объявления, рекламные листовки или плакаты на остановках. Есть специальная доска, где надо расклеить объявления. Мы, участковыми инспекторами нашими, проводится работа. То есть мы уже на сегодняшний день более 25 человек привлекли к ответственности по статье 505. То есть это нарушение правил благоустройства. Влечет предупреждение, либо административный штраф. Штраф за расклеивание объявления в неположенном месте тоже может быть равен 70 тысячам тенге. Но выпишут его только если после полицейского предупреждения нарушитель сам не уберет листовку, наклеенную на остановку, и не очистит ее от следов клея. Почти 6 миллиардов тенге, по версии обвинения, получил житель Кустанайской области в результате предпринимательской деятельности. Несколько лет назад он занялся обменом криптовалюты. А сейчас его дело начали рассматривать в городском суде. Обвинение считает, что он не только получил доход в особо крупном размере, но и способствовал совершению мошенничеств и выводу за границу денег, полученных преступным путем. Сам подсудимый с этим не согласен. 42-летний Алексей Елисеев обвиняется в том, что с помощью созданного в 2017 году сайта KZExchange.com занялся обменом криптовалюты. По словам прокурора, сделано это, имея преступный замысел на осуществление незаконного предпринимательства, вопреки запрету, установленному законом об информатизации. Обмен реальной валюты на необеспеченные цифровые активы могли вести любые лица, в том числе и нерезиденты Казахстана, с формальной идентификацией личности без выяснения происхождения денег. Незаконное осуществление деятельности веб-сайта явилось средой, способствующей совершению мошеннических действий. Со стороны лиц, вовлекающих деятельность финансов и термин, а также бесконтрольным выводом денег средств, полученных преступным путем за границей, тем самым предоставляя собой высокую общественную опасность. В результате преступных действий Елисеев получил преступный доход в особо крупном размере на сумму 5,888,4233,339 инин. Подсудимый в суде сообщил, что с предъявленным обвинением не согласен. Выступая, он показал, что обладает знаниями не только в IT и банковской сфере, которые, по мнению обвинения, позволили ему создать сайт для незаконной деятельности, но и в юриспруденции. Алексей Елисеев пояснил, что в 2017 году еще работал в банке, а его супруга работы не имела, и они совместно решили зарегистрировать ее в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя. Изначально созданный сайт работал с различными платежными системами. Потом на нем появился и криптообменник. Я не являюсь предметом оборотов, а обороте участок цифрового актива. Территорию, на которой происходит оборот цифрового актива, нужно рассматривать с точки зрения цифрового пространства, которое также, как и физическая территория, имеет свои границы сегмента юрисдикции. Мой интернет-ресурс ZXChange.com имеет трехбуквенное доменное имя верхнего уровня .com, зарегистрировано в российском хостинге рек.ру, расположен за пределами казахстанского сегмента интернета. По словам Елисеева, он приобретал криптовалюту на зарубежных биржах, выставлял предложение по ее обмену на своем сайте с российским адресом. Соотечественники, желающие приобрести необеспеченный цифровой актив, предсчитали ему тенге на казахстанские счета, и на их иностранные цифровые кошельки он переводил цифровую валюту. Из этой ситуации я могу понять, что все движения по тенге, они происходили на территории Республики Казахстан, наших банков. А все движения по кошелькам, вот этой цифрового актива, они происходили, возможно, даже не на территории Республики Казахстан, потому что хранятся они в тех кошельках, сайты которых зарегистрированы где-то, может быть, непонятно где, да? Я верно понимаю? Это, получается, все лица, которые у вас приобретали цифровые активы, у них у всех кошельки находятся на территории... Не предела... Не предела... Не предела... О чем мы 9 месяцев следствиями говорили. Только нас никто не слушал. Елисеев, по его словам, сам не знал, что его подозревают в незаконном предпринимательстве, пока в январе этого года к нему не пришли с обыском. Судья должна быть допрошена супруга подсудимого, которая вела всю бухгалтерию ИП и подавала налоговые декларации. На сегодня это все. В следующий раз смотрите нас в телевизионном эфире в будущий понедельник. На эту программу и ее отдельные материалы в любое время на канале Алау Ютуб и подписывайтесь на аккаунт программы в Инстаграм. До свидания. Пусть все у вас будет хорошо.